Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У митрополита Антония Сурушского есть такой рассказ, где он повествует об одной женщине по имени Наталья. Дело было во время войны, и вот эта женщина узнала, что где-то на соседней улице живет женщина с семьей, с детьми. И вот эта женщина была оклеветана, на нее был донос, и она узнала, что рано утром, завтра, к ней должны прийти, чтобы увезти ее на расстрел. И вот эта женщина, Наталья, она ночью пришилась и пошла к ней в дом, постучалась, и когда-то отворила ей, то спросила, что случилось. И вот эта Наталья рассказала ей о том, что она узнала, что завтра утром за ней должны прийти и увезти ее на расстрел вместе с ее детьми. А у нее было двое детей. После этого она предложила, «Поскольку мы с тобой одного возраста, давай поступим так, что я останусь вместо тебя, а ты уходи». Ну, тогда женщина как бы удивилась, «Ну, а что будет с тобой?» «Ну, а что, у меня детей нету, мне терять особо нечего». В итоге она уговорила ее, и женщина эта ушла благополучно. После этого об этой женщине Наталье уже никто не слышал, что с ней произошло. Но, скорее всего, к ней пришли ночью, вернее, утром, и увели ее на расстрел. Вот эту историю поведали дети этой женщины. Это чады митрополита Антонио. Вот мы, как христиане, живем жизнью, как раз жизнью Христа, не своей жизнью. Когда он спрашивал о том, «А что вы чувствуете у детей сейчас, в данный момент?» И они ему поведали, что мы ощущаем, что мы живем уже не своей жизнью, о жизни той женщины Натальи, которая за нас претерпела вот эти страдания, эту смерть. И мы, как христиане, живем жизнью Христа, который за нас пострадал, за нас умер, претерпел страшные мучения, был всеми оставлен, был предан, оставлен лучшими учениками своим, но при этом понес этот крест до конца по любви к людям. И мы, как говорит апостол, живем не своей жизнью, но живет у нас Христос. И очень страшно, что если вот эта жизнь наша, которая была куплена, куплена ценой страданий, ценой крови, ценой смерти, она пройдет в пустых занятиях, и жизнь наша окажется недостойной той великой жертвы, которую принес за нас Господь. Если взять какого-нибудь язычника, неверующего, который совершает какие-то грехи, приступает, даже не знает о заповедях Христовых, о заповедях Божьих, то, как говорит апостол, такие люди погибнут в своих грехах. Но, как говорит апостол, «Какой же достоин муки тот, кто попрал Сына Божия и скверну, и кровь Господню возомнив, как скверну, и Духа благодати укоривый, тем Духом, который осветился». Вот это, на самом деле, наверное, самое страшное, что может быть в нашей жизни, когда мы имеем все, имеем такую благодать, имеем такое наследие искупленное ценой дрожайшей, драгоценнейшей кровью Христовой. И если мы эту жизнь проведем в грехах, то страшно подумать, что с нами случится. Поэтому, дорогие братья и сестры, в этот день, когда перед нами плащаница Господня, когда Господь лежит перед нами, принявший такие великие мучения, нужно об этом всегда помнить, что мы христиане, что мы христиане, к чему мы призваны. Мы не можем просто так жить в этой жизни, наслаждаясь ей. Мы призваны быть в этой жизни членами тела Христова. И Христос будет для нас действовать через нас в этом мире. Кроме как у нас, у Него нету больше других возможностей действовать в этом мире, как только через христиан. Поэтому страшно, если мы не будем соответствовать этому великому званию. Да поможет нам всем Господь молитвами при чистой своей матери и всех святых. ПОДПИШИС